Продолжение следует... Здравствуйте. Меня зовут Александр Максименко, руководитель общественной организации «Автоевросила Днепр». Наша организация в Днепре создана будет порядка двух лет назад, а всеукраинская организация зарегистрирована около трех лет назад. На данный момент наша организация насчитывает порядка 180 филиалов по всей Украине. То есть организация очень большая, живая и добивается действительно правильных вещей. Это доступная растаможка для каждого украинца. Что это такое и как мы с этим всем живем и боремся. То есть на протяжении двух лет мы присутствовали на многих заседаниях комитета Верховной Рады по налоговой политике и таможенной. Общались с Ниной Петровной-Южаниной и разрабатывали совместно законопроект. Так как наша страна ведет реформы и наша власть более открыта к народу. Поэтому цель нашего общения была, чтобы закон был народным. Что мы получили по итогу 8 ноября? 8 ноября было принято закон, проголосован Верховной Радой в количестве 250 народных депутатов закон под номером 8487 и 8488. Значит в этом законе в принципе все из того, что мы предлагали пошли к нам на встречу только в одном пункте. Это убрали норму экологичности автомобиля Евро-5. То есть разрешили украинцу растамаживать автомобили, которые имеют экологическую норму Евро-4, Евро-3 и Евро-2. Все что ниже Евро-5. Но при этом самом акциз на мнение народных депутатов и Нины Южанина его уменьшили. Но на самом деле украинцы поставили как всегда опять в жесткие рамки. И закон этот принят для автоолигархов. Почему для автоолигархов? Потому что коэффициент, по которому формула, по которой будет рассчитываться акцизная часть составляющей растаможки, она неприемлема для бедного человека. Такими являются на данный момент жители нашей страны. И рассчитывается следующим образом. То есть если у вас автомобиль бензиновый, то это норма 50 условных единиц, умноженных на объем мотора и умноженных на возраст автомобиля. Тем самым, грубо говоря, если посчитать двухлитровый автомобиль с бензиновым мотором, которому 10 лет, то акцизная составляющая будет 1000 евро. Помимо этого еще есть 37,5% налогов. Это 20% НДС, 10% таможенный сбор, 1,5% сбор на армию и пенсионный фонд обязательно. Вот это все составит еще порядка 40%. И тогда автомобиль, который стоит в Европе на сегодняшний день 2-3 тысячи долларов с растаможкой в Украине, станет стоить 8 в 2 раза. Стоимость растаможки будет выше цены автомобиля в 2 раза. То есть если автомобиль вы купили за 2 тысячи, для того, чтобы его растаможить, нужно будет заплатить сверху еще 4. Правка от нашей организации, и не только от нашей, она была разработана совместными усилиями народных депутатов, которые подписали с нами меморандум о сотрудничестве, также с многими общественными организациями, заключалась в следующем. То есть мы понимаем, что наше государство на сегодняшний день находится в тяжелой ситуации, плюс идет война, и нужно наполнять государственный бюджет. То есть было предложение такого рода акцизную эту составляющую, так и оставить 50 условных единиц за бензин, 75 за дизель, умноженных на объем мотора, но без умножения на возраст. Ну, соответственно, получал бы человек растаможку в пределах, вот если автомобиль, возьмем опять же, к примеру, стоит 2-3 тысячи долларов, растаможка бы стоила таким образом порядка тысячи долларов. То есть на сегодняшний день в Украине уже завезено, по нашим данным, в районе 3 миллионов автомобилей, и если эти 3 миллиона умножить на, пускай даже на 1 тысячу долларов, мы получим колоссальные деньги, которые можно наполнить бюджет страны уже сегодня. То есть нужен только закон, которого на данный момент нет. Вот в принципе вкратце то, чем занимается наша организация в основном и в целом. Теперь попрошу рассказать непосредственно об акции. Значит, после принятия закона, который был приголосован 8 ноября, в этот день наша организация находилась под стенами Верховной Рады, кабинета министров, было очень много людей. Митинговали мы абсолютно мирно, мы требовали, чтобы нас услышали и правки наши рассмотрели. Но в процессе голосования ничего, ни правки не были рассмотрены, и закон проголосован в первое, с данным в своем виде, тот, о котором я вам рассказал чуть ранее. Значит, было принято решение всеми, в принципе, участниками нашей организации не сдаваться, продолжать бороться. И есть народные депутаты, которые также поддерживают идею доступного авто для каждого украинца. И что произошло? Законопроект был заблокирован одним из народных депутатов. И как раз завтра, 20 ноября, он будет заново рассматриваться на комитете и в том числе в Верховной Раде. Соответственно, завтра он будет заново переголосован. Поэтому было принято такое решение всей нашей громадой доносить людям, которые купили уже автомобиль, которые еще не купили, которые только хотят стать владельцем авто, о том, что нужно выступать за свои права, нужно требовать и добиваться доступных цен для нас, для украинцев. Потому что если мы не выступим, наше государство в очередной раз, скажем так, соберет нас баснословные налоги. Все вы знаете о том, что во Франции несколько дней назад началась акция протеста против подорожания цен на топливо и бастует вся страна. И я думаю, решение будет принято в сторону активистов, так же само, как было принято недавно в Румынии. Мы не просим каких-то подачек, мы не просим, не знаю, субсидий для себя. Мы хотим закон, с помощью которого каждый украинец сможет наполнять, платить налоги и растамаживать автомобиль доступно, как есть это во всем цивилизованном мире. Акция в Днепре пройдет 20 ноября 2018 года на Полтавском шоссе, Петриковская развилка. Это 43-й километр, село Лобойковка, если я не ошибаюсь. Почему выбрано это место? Ну, посоветовавшись с нашей громадой, было принято решение, что жители города не должны пострадать от того, что будет обмежено движение, будет много машин, много людей. Соответственно, кто-то будет ехать на работу, кто-то будет ехать в больницу и может из-за этого немножко пострадать. Поэтому было принято решение акции выдвинуть за территорию города, так она будет происходить по всей Украине. В некоторых городах она также будет происходить возле Держадминистрации. На завтрашний день мы будем ее проводить только в одном месте, это Полтавское шоссе, Петриковская развилка. В Кривом Роге акция будет происходить на Днепропетровском шоссе, выезд с города Кривой Рог в сторону Днепра. Также, по моей информации, есть еще акция будет происходить в Павлограде. Места точно не могу подсказать. В чем смысл акции? В акции смысл в том, чтобы донести народным депутатам о том, что народ не быдло. Мы требуем, чтобы нас услышали и был принятый нормальный акциз. И люди смогли на постоянной основе растамаживать машины. Те, которые уже заехали, те, которые будут заезжать завтра, чтобы мой ребенок уже не ездил на советском Жигуле, а смог купить себе доступный автомобиль, доступные деньги. Это такой мессендж акции. Акция пройдет в режиме, акция мирная. Ни в коем случае нет цели ломать дорогу или еще как-либо против себя вести некорректно. Но частично будет ограничено движение, будет перекрыто по одной полосе движение в каждом направлении. То есть будут развешаны наши требования на автомобилях, баннеры, плакаты, чтобы люди видели, почему мы собрались и чего мы хотим. Спасибо. Там же всего, по-моему, по одной полосе. Нет, там дорога двухполосная. А время с 8.30, сбор на 8.30 и акция заявлена бессрочной. То есть если 20 числа депутаты Верховной Рады нас не услышат, соответственно, этот законопроект пойдет на пропись президента, то мы будем требовать от президента наложения вета на данный законопроект. То есть если будет надобность, мы будем оставаться и на ночлег, и на следующий день. Понятное дело, что будем меняться, друг другу помогать, потому что людям нужно и работать, и есть семьи, дети, и ожидается также там усложнение погодных условий. Но как это, я думаю, организуем быт, есть автомобили, по крайней мере, в которых можно погреться и друг друга сменять. Спасибо. Еще вопросы? Александр, если я попрошу уточнение, 8 ноября были приняты эти законы, 84, 87, 88, а что завтра должны принимать? Поправки и второе чтение этих законов? Это как раз было второе чтение 8 ноября. И в этот же день, 8 ноября, может быть, я ошибаюсь, возможно, может быть, 9, народный депутат заблокировал данный законопроект. Каким образом эта заблокировка происходит? Народный депутат подал от себя поведомление о відхилене данного законопроекта. То есть, теперь, завтра, это повторное рассмотрение данного законопроекта. То есть, за это время мы ввели тоже работу и делали обращение в каждую областную державную администрацию с требованием и областных депутатов, и городских советов депутатов повлиять на решение, то есть, чтобы эти законопроекты были либо пересмотрены, то есть, принята правка о неумножении на возраст автомобиля. Также не были приняты правки льготных для участников боевых действий. Мы предлагали, чтобы участники боевых действий имели 50-процентную скидку на растаможку. Она тоже была відхилена. Да ну, если так корень глянуть, из 147 правок не проголосовали ни за одну. Даже за электрокары тоже не проголосовали. И помогите мне все-таки в математике на запуску разобраться. Ставка для таможенного сбора 50 долларов. А 50 условных единиц для бензинового мотора? На объем двигателя? На объем двигателя и на возраст автомобиля. Если мы берем объем двигателя, вы привели, например, в 2000 кубических сантиметрах, уже получается сколько? 10 тысяч? 1000. Получится 50 умножить... На 2 тысячи? На 2. 2 литра. А, на 2 литра. Да, на 2 литра. А, на 2 литра считается? В литрах считается, да. То есть, 50 умножить на 2 получается 1000, и если машине 10 лет, то получается 1000. Откуда 4000 берутся? 1000 только акциза. А еще есть 40%, которые никуда от них не деться. Это 20% НДС, 10%... 4 тысячи вылазят, а 1400. Как это 1400? 1000 это акциз. А есть еще цена автомобиля. Вы купили его за 3000, к примеру, 3000 евро. От 3000 евро к ним прибавляем акциз. Получается 4000 евро. От 4000 мы начинаем отнимать 40%. И потом от этой всей цены, есть еще услуги будут брокера, все услуги сертификации. Ну, обычный процесс растаможки любого товара, в среднем, в среднем просчет, то есть будет порядка 4000. Кроме стоимости автомобиля? Кроме стоимости, конечно. То есть сверху. Постановка на учет, ну и так далее. Поверим вашим математическим? Нет, ну вы можете их проверить, они, в принципе... Скажите, пожалуйста, у некоторых СМИ будет такое число, как визнамыто. Это как понимать? Кроме ПДВ, кроме вот этих всех боев, тексийного фонда, еще и визнамыто. Как это? Ну, я не знаю, мы-то это, скорее всего, таможенный сбор в размере 10%. Он, в принципе, собирается в каждом государстве. Это нормальная норма такая, которая как раз вот и заключается в торговле экономической между странами. То есть, если мы что-то продаем, собирают 10%. Если мы что-то покупаем, так же самое другое государство собирает 10%. Это нормально. Тут вся эта растаможка заключается в следующем, что в Европе, в близлежащих странах, таких как Польша, Литва, ну, далеко не залазим, Польша, Литва, Латвия, Прибалтика, да, там, там растаможка стоит порядка 250-300 долларов. Ну, то есть, доллары, Польша там как бы больше любит доллары, ну, можно сказать и в евро, ну, неважно, 250-300 евро растаможка. Такой же самый автомобиль они могут купить, ни американский, либо Швейцария автомобиль. Страны, которые не состоят в Евросоюзе. Не говорим уже о ихнем содружестве, то есть, если ваш автомобиль, вы гражданин Евросоюза, и вы покупаете автомобиль в Германии, но вы сам литовец или поляк, то вы вообще его можете растаможить, там, порядка 50 евро. Это с номерами, с постановкой на учет. То есть, там, минимальный платеж просто за номера, за техосмотр, ну, и так далее. Еще вопросы? Скажите, а кто этот депутат, который заблокировал? Это народный депутат Юрий Деревянко заблокировал законопроект. В принципе, на акции 8 ноября к нам спускались несколько народных депутатов. Это Поросюк спускался и Деревянко. Это одни из таких самых ярых лидеров защиты именно идеи о доступном авто. Потому что многие депутаты вообще считают, что авто это роскошь, и это ненормально, чтобы украинец пользовался. Также происходит в СМИ такая навязка людям мнения о том, что эти водителя, которые пользуются автомобилями на евро номерах, не платят налоги. Но это полный обман, потому что налог невозможно заплатить. А человек платит налог каждый день, заправляя свой автомобиль, он платит налог за дороги. Это 6 гривен с каждого литра на минуточку. Это колоссальные деньги. Ну, помимо этого, он машину свою обслуживает, покупает запчасти и так далее. То есть, если бы была законная норма растаможить эту машину, он растаможил. А почему появились эти евробляхи, и откуда они вообще взялись, и почему они все ездят на европейских номерах? Потому что нет закона, который позволил бы растаможить эти машины. То есть, в Украине действует до 1 января закон Горварда. Я извиняюсь, номер я не помню, но в народе он прозван законом Горварда. Это закон о льготной растаможке. То есть, там понизили акцизные ставки и дали возможность растаможивать автомобили от 2010 года выпуска с нормой экологичности евро 5. Ну, соответственно, это все новые машины, у которых среднерыночная цена, даже в Европе, порядка 80 тысяч евро. То есть, 8-10. Ну, для украинца это непосильные деньги. И наши люди покупают автомобили, которые стоят 3-4 тысячи евро. А эти автомобили обычно 10-летние, 7-летние, 8-летние. Ну, это не совсем старые машины, но эти машины имеют как минимум по 6 подушек безопасности. Эти машины прошли техосмотр. Эти машины, норма экологичности этих автомобилей в евро 3, евро 4. К сожалению, наш Ланос, он укомплектовывался двумя моторами, которые уже даже не выпускаются. То есть, он укомплектовывался двумя моторами. Это Мелитопольский наш украинский и старый Апилевский мотор. Эти моторы, они не дотягивают даже нормы евро 2. Поэтому такой вот нонсенс. И люди обманывают, говорят о том, что мы скрываемся с мест ДТП. Возможно, есть и такие прецеденты. Так же самые такие прецеденты есть и на украинских номерах скрываются. А мы не говорим уже о том, что наши чиновники, сотрудники госслужб, особенно органов МВД, они вообще ездят на левых номерах на служебных. Очень много мы, как общественная организация, делали таких запросов. Автомобиль, к примеру, принадлежит какой-то там оперативной группе, а на нем ездит начальник управления полиции. Ну, к примеру, я говорю. То есть, понятное дело, что в случае ДТП этот начальник будет ни при чем. Поэтому тут винить в чем-то евроблях о том, что они совершают ДТП и убегают, это неправильно. Должен быть закон, люди все пройдут эту процедуру, растаможатся. Так же, что не устраивает еще. Ежанин сказал, что в течение 90 дней кинула такую косточку, сказала, вот будет скидка 50% на акции. А через 90 дней скидки уже не будет. Ну, как вы себе это представляете? То есть, если я успел в 90 дней, я получил скидку. А человек, который, возможно, болел, возможно, он не был еще нужной суммы денег для растаможки. То есть, он готовился, подготавливал. Еще же целый процесс нужно будет подготовить документы, поснимать эти машины с учета. То есть, не успел, ты уже не получаешь скидку. То есть, ты платишь. Это уже разделение общества. И так не должно быть. И цель нашей акции, это чтобы закон был единый, с единым тарифом для всех. Не важно, это машина, которая заехала, машина, которая заедет завтра, которая приедет через год. Цена должна варьироваться от растаможки от стоимости автомобиля. Если вы богатый человек, вы себе позволили купить автомобиль за 10 тысяч евро, вы заплатили 40% от 10 тысяч. И хорошо. Если у вас нету столько денег, вы купили себе автомобиль 10-летней давности за 3 тысячи евро, вы так же само заплатили 40%. Это будет справедливо для всех. И даже для тех людей, которые купили автомобили ранее в Украине и сплатили эти баснословные налоги. Это на новые автомобили. У нас ДЭО продавалось в Украине за 10 тысяч долларов. А даже в стране агрессора оно продавалось почему-то по 6 тысяч долларов. Просто из-за того, что там акцизные ставки меньше. А у нас олигархи, такие как Васадзе и Святош, они постоянно придумывают схемы, которыми пользовались богатые люди. То есть даже нынешний закон в нынешнем формате, нормальный закон же, если так поразобраться, то акциз будет для машины, которая выпущена 2018 года, ровным счетом 50, если это бензин, умножили на 2, получили 100 и на этом конец. Исплатили 40%. То есть мы все знаем, как олигархи заниживают инвойсы, проводят схемы махинации таможенной. Их машины, которые стоят по 200 тысяч долларов, они будут записывать, что они стоят 20. Это вся коррумпированная схема. Закон должен быть прозрачен и понятен для любого человека. Спасибо. Еще вопросы? Если вопросов нет, спасибо нашему гостю. Спасибо коллегам. До новых встреч. Спасибо.